ну что ж мои дорогие слушатели мы переходим к моей любимой теме то о чем я говорила нейрологические контуры темы телерии мне самое безумно интересно еще раз перечитать уже с моим многолетним опытом работы в этой теме с собой любимой перечитать еще раз эту главу и я думаю что во первых она большая у нас видео будет длинным соответственно потому что я обязательно буду давать свои комментарии а теперь обратите внимание как изменилось мое выражение лица и вообще все изменилось когда мы подошли к главе которая для меня является чем-то очень животрепещущим очень важны как я изменилась до разговаривая с вами как у меня изменился голос потому что мне это интересно для голос стал выше потом я стала говорить более высоким тоном и я чувством не могу сделать муж из меня прет радость и удовольствие что мы сейчас будем говорить об этой теме и у меня звук идет и совершенно другого места в теле давайте сейчас вам перейду опять когда я читаю нечто что да интересно да классно да круто и когда я читаю то что реально не доставляет удовольствие причем такое буквально физиологическое удовольствие об этом читать и как при этом поменялось мое лицо мое выражение лица да и вот понаблюдайте это что же безумно интересное вот попробуйте себе сделать видео когда вы читаете нечто что вам неинтересно и когда вы читаете то что вам действительно в кайф и посмотрите выражение лица как у вас меняется и итак глава 18 нейрологические основы промывания мозгов отрывок из книги тимоти лири нейрополитика глава написана тимоти лири совместно с робертом уилсона фундаментальный пример программирование мозга который помогает нам понять трансформацию келли или нет пати себя самих связан с новорожденным жирафом охотники застрелили его мать маленький жираф соответствие со своей генетической программой импринтировал первый крупный движущийся объект который увидел им оказался джип охотников маленький жираф следовал за этим джипом издавал такие же звуки как джип пытался его сосать и в конце концов даже спариваться с бесстрастным джипом инстинкты выживания жирафа были связаны с джипом человек также импринтирует внешние объекты не знаю буду здесь эксперименты лоренса поэтому на всякий случай вам расскажу эксперименты лоренса с принтами он врал гуся когда они вылупливались из яйца эти гусята их не то что то есть он подгадал так чтобы первым объектом которые увидели гусята был он и гусята соответственно за импринтировались на его образ как на маму утку когда они выросли они пытались спариться с ним они с утками то есть вот это вот импринтирование биологическое с кем мы потом будем спариваться нас человеком или с джипом она формируется достаточно рано и мы совершенно неосознанно импринтируем таким образом биология эволюция просто природа формирует в нас стремление спариваться не с существами другого вида а с такими же как мы если в этот момент рядом с нами оказались не такие же как мы то есть варианты многие сексуальные девиации они базируются на том что произошло в первые не знаю очень сложно говорить в возрасте до 7 лет это точно человек тоже импринтирует внешние объекты можно сказать что он цепляется своей нервной аппаратурой за внешние внешние объекты у людей эти импринты возникают на четырех стадиях развития на стадии младенца на стадии ребенка который учится ходить то есть младенец ребенок который учится ходить на стадии ученика и на стадии взрослого человека каждой стадии развития соответствует активизация определенного контура мозга то есть эти периоды связаны с активизацией определенных нейронных сетей которые или называют определенными контурами ну то есть это набор нейронных сетей чтобы ориентироваться в этом нейрологическом пространстве скажем что нервная система потенциально состоит из восьми контуров то есть всего они насчитывают восемь контуров или механизмов или мини мозгов четыре таких контура расположены в левом полушарии мозга активны и занимаются нашим социальным выживанием то есть четыре контура находятся в левом полушарии и занимаются нашим социальным выживанием левый левая полушария правая часть которую соотносится с мужским относительно мужским поведением хотя здесь не совсем верно левая часть она за отвечает за восприятие нового материала а правая за обработку уже имеющегося то есть когда мы встречаем что-то новое включается левая часть вообще надо поднять бумаги а когда мы встречаемся уже уже знакомый материал включается правая часть мозга то есть на самом деле здесь нету мужского женского здесь вот эта обработка нового обработка знакомого материала очень прикольно что у музыкантов за обработку музыки отвечает не то полушария которая отвечает за обработку чего-то нового как это бы у обычных людей происходит музыкантов так как они профессионалы за обработку входящих музыкальных сигналов отвечает полушарий который обрабатывает привычную информацию такая вот профдеформация музыкантов то есть они по-другому воспринимают этот мир они по-другому его читают они по-другому его видят чувствуют и познают может возможно что в других профессиях тоже это есть но исследования были конкретно по музыкантам четыре таких контура расположены в левом полушарии мозга активно и заниматься нашим социальным выживанием оставшиеся четыре контура расположены в безмолвном правом полушарии мозга пока пассивный но активизируется в процессе нашей дальнейшей эволюции знаете когда говорят женщина и мужчина левое правое полушария это не совсем верно мужчины просто медленно переключаются за одного полушария в другое у них вот эта перемычка мужичок между полушариями она как бы так сказать пережигается даже не знаю как термином на третье если мне не изменяет память недели пренатальной или на седьмой или на одиннадцатый формируя так называем мужской мозг нельзя так говорить неверно но склонности вот к такому типу мышление которое социуме принимается как мужское то есть это медленное переключение и из левого правого полушария поэтому женщина всегда предлагают слушайте не перескакивайте из одного в другое мужчина за этим не успевает женщина же так быстро переключается опять же у нее просто перемычка между полушарием такая более плотная более насыщена нейронами сети поэтому она легко может переключаться из одного из математики в музыку потом обратно живопись потом еще куда-то то есть да из скажем так переключение по эмоциональным видам деятельности из логики в эмоциональной чувствительной части мужчинам с этим намного сложнее исключения всегда существуют поэтому есть мужчины которые в состоянии воспринимать и быстро переключаться но больше масса мужчин не может почему эволюция так решила вопрос к эволюции не ко мне я могу говорить только то что я читала каких-либо научных исследований за последние 25-30 лет и так у поняли что у нас есть четыре контура которые расположены в левом полушарии я думаю что не связаны с деятельностью левого полушария это будет более правильно сказать с активной деятельностью левого полушария это правая сторона тела который называют мужской и они занимаются нашим социальным выживанием а вот следующие четыре расположены в безмолвном относительно безмолвном правом полушарии пока пассивный но активизируется в процессе нашей дальнейшей эволюции то есть наша задача эволюции развивать правое полушарие сейчас нас будут интересовать четыре рабочих контура левого полушария первый контур младенца это биологическое выживание он связан с сигналами опасности и безопасности в данное время и в данном месте ну собственно говоря им переимпрентирование в первом контуре это доверие и недоверие я считаю то что базы с тобой исходя из моих исследований там база доверия недоверие доверие возникает там где есть безопасность ощущение безопасности защиты подкрепленная внешним стимулом недоверие ощущение опасности оно тоже должно быть подкрепленным внешним стимулом и первый контур младенца это биологическое выживание это наши глубочайшие автоматизмы то есть как мы себя ведем когда нам необходимо выжить это все сюда и считаю что здесь вообще вся наша основа всех наших сценариев поведений да потом она разветвляется на множество других сценариев но база которую для себя выявить желательно это тут здесь будут сексуальные все проекции почему потому что любовь это безопасность а страсть секс это все связано с безопасностью в том смысле связано с безопасностью что это ощущение доверие партнера да есть девиация где как раз на порог нужна острота ощущения но доверие партнеру это вот здесь это буквально там первые 10 дней две недели от рождения то есть кому мы будем доверять какие черты должны проявиться в человеке чтобы мы испытали по отношению к этому человеку доверие как вы понимаете за доверием идет все абсолютно дальше поэтому если ваши проекции переноса импринты попадает мужчина женщина политик актер вот там вы все это найдете если вы просто вот возьмете фотографии всех людей которые вам очень нравятся поверьте всех у них будут определенные черты будут определенные детали и если вы хотя бы сделайте выбор 20-30 берете актеров берете знакомых всех всех своих бывших обязательно у всех бывших будет что-то подобное но никогда у вас этих бывших там 12 вам уже хорошо за 50 бывших может быть намного больше но вы найдете у них вот если вы проанализируете своих бывших вы найдете там всю эту базу первое импринта и скорее всего это был или доктор в роддоме или папа или кто-то из близких родственников который оказался рядом в тот момент когда произошло базовое первое импринтирование это вот самое самое первое время думаю что если бы роды принимали существа иного вида у нас наверное у нас потом были бы сексуальные импринты и проекции на этих существ совершенно иного вида интересном классном тема второй контур ребенка который учится ходить это эго он связан с движениями и эмоции то есть вот это связка помните мы говорили что мысли действия эмоции между собой связаны вот здесь происходит вот это вот база когда движение и эмоция между собой соединяется и впоследствии если ему это было негативно чик не буду делать это движение ну вот как бы будет его избегать поэтому и вот эти вот все знаете такие вот тела это вот сюда в самый ранний такой момент когда мы учимся ходить и если пойти в технику это из телесно ориентированной терапии которая тело переводит туда а я сюда бы отнесла спонтанные танцы спонтанных потому что ребенок учится через спонтанные движения и вот техника спонтанных танцев она очень хорошо работает со вторым контуром она показывает шикарно наши сценарии где движение связаны с эмоциями ну это про особенно это вот когда кто-то один работает в технике 2 наблюдает это просто потрясающе можно вытащить это телесно ориентированная терапия там есть вот это крутейшая технология второго контура что третье вербально символьный контур студента это ум он связан с языком и познание помните мы говорили что язык моделирует наше мировоззрение он он это символьная система передающая наши внутренние переживания и от внешнего мира сигналы четвертый социо половой контур контур взрослого человека это личность и он связан с семейным поведением то есть четыре контура контур младенца биологическое выживание контур ребенка который учится ходить и связан с движениями эмоциями это эго третий вербально символьный контур студента это ум ну я бы сказал здесь уже интеллект интеллект у нас развивается где-то с восьми десяти лет до двадцати одного года да когда двадцать один двадцать четыре завершается созревание полное мозга развития и начинается откат в другую сторону если бы не продолжаем развивать но вот третий вербально символьный контур студента это язык и познание я думаю что здесь все таки это они между собой пересекаются это с двух до семи лет когда мы полностью научаемся разговаривать социо половой контур взрослого человека это личность он связан с семейным поведением ну вот то что я говорю мы гуляем по этим контурам предположительно мы не можем переключиться из одного контура перескочить из одного контура в другой например с контура ребенка перескочить в третий вербально символьный контур студента мы идем из контура ребенка сначала в кон... стоп мы не можем перескочить например из контура младенца в контур студента Мы должны обязательно из младенца перейти в ребенка, а потом в студента. И также из контура взрослого человека мы можем переключиться или в контур студента. С моей точки зрения, с контура взрослого человека мы можем переключиться в первый контур младенца с помощью сильнейшего стресса. И определенные техники позволяют перепрыгивать с контура в контур, с моей точки зрения. Но это уже такие, да, холотропное дыхание может это сделать. Ну, либо там просто очень короткие, настолько короткое переключение, что мы можем не отследить. Это как вариант, да. Но обычная наша человеческая жизнь, она полностью связана с этими четырьмя контурами. Весь наш социум – это четыре контура. Пятый – это выход за пределы контура. А это – это контуры. Вы обратили внимание, я начала, начала что? Работать телом, работать рукой, донося вам информацию. Ну, наверное, потому что мне само очень важно донести эту информацию, это моя любимая тема. Поэтому в этом видео я буду вот демонстрировать вам, как надо вот это вот все делать. То есть вот эти вот все моменты. Манипуляция. Не то, что манипуляция, а харизматичность. Во время относительного простого механического процесса, который называется промывание мозгов, эти четыре контура мозга постепенно размываются и переимпринтируются. Простота этого процесса связана с тем, что первоначальное импринтирование этих контуров тоже происходило достаточно просто. Первый контур или биовыживательный мозг активизируется при рождении. Его функция состоит в поиске пищи, воздуха, тепла, комфорта и уходе от всего опасного, враждебного и ядовитого. Биовыживательный контур нервной системы животного запрограммировал на поиск зоны безопасности и комфорта вблизи материнского организма. В отсутствии матери из окружающей среды выбирается ближайший физический объект, который может ее заменить. Ну вот здесь бы я сказала, знаете, вот эти вот игрушки большие, это замена материнскому объекту, чтобы было не так страшно. Нас выкидывают в этот контур, когда нам приходится, как вы понимаете, заниматься поиском пищи, поиском тепла, ну воздуха, комфорта и ухода. И когда мы стараемся избежать опасного, враждебного и ядовитого. Как вы понимаете, любая война активизирует именно биовыживательный мозг. Хотим мы этого или нет, активизирует первый контур. Вопрос, я думаю, есть такой, могут ли все четыре контура одновременно работать. Считается, как бы на тот момент нет. Я сейчас думаю, что включаются все контуры, да, если они уже, вы дошли до четвертого, то будут включаться все, просто они будут, как матрешка, одно вкладываться в другое. То есть это не линейное, оно по-другому, совершенно по-другому измеряется. Но я думаю, что они могут работать параллельно, потому что на базу накладывается следующее, 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 эти все взаимосвязаны. Потому что основа будет всегда вот там, но именно на эту основу будут нанизываться более высокие контуры. Итак, биовыживательный мозг, первый контур, это морской и вегетативный мозг. Этот морской или вегетативный мозг сформировался во время эволюции нервной системы первым. Он фиксирует организм на материнском объекте, на перенос. Вот все материнские переносы, они вот здесь. А затем медленно выстраивает безопасное территориальное пространство вокруг него. Импринтирование этого контура устанавливает основную позицию доверия или подозрительности по отношению к внешнему миру на протяжении всей жизни человека. То есть доверие и подозрительность – все формируется здесь. Вот то, что я говорила. Все импринты этого периода определяют, кому, чему вы будете доверять, а чему вы не будете доверять, чего вы будете опасаться. Очень интересно, когда человека переключают в это младенческое состояние с помощью лишения пищи, воздуха, тепла, комфорта, погружая его в опасную, враждебную, ядовитую среду. Вот здесь вот начинают рассказывать, что вот я, ваш спаситель. Таким образом переключают человека, добавляют в его позицию, кому надо доверять – себя. Перед этим предварительно надо погрузить в ужас-ужас. Ну, в общем-то, что делают с помощью войны. Ну, и не только войны, а нищеты, тоталитарщины для того, чтобы человека просто погрузить в первый контур, переключить в контур младенца, выживать, а именно, где люди вынуждены выживать, и там сформулить, сформировать вот это, к чему он человек будет доверять, к чему он не будет доверять. Теперь вам понятно, что происходит за поребриком. Сначала переключили в состояние, активизировали контур младенца, чтобы человек просто занимался своим биовыживанием, и на этом фоне рассказали, кому чему доверять, а кому чему не доверять. Вот красиво. Кроме того, оно определяет внешние… Первый контур мы продолжаем про первый контур младенца. Кроме того, оно определяет внешние раздражители, которые в дальнейшем всегда будут запускать реакции приближения и избегания. То есть то, чего вы избегаете, у нас заложено здесь. А то, к чему вы стремитесь приблизиться, тоже здесь, в контуре младенца. И я могу сказать, здесь еще очень интересная крутая штука работает – это запахи и ароматы. То есть есть запахи, к которым вы стремитесь приближаться, и запахи, к которым вы стремитесь держаться подальше. Это автомат, который мы иногда даже не осознаем. Поэтому на этой теме работают все духи, которые привлекают чье-то внимание. Потому что используются запахи, вот некие, которые, чтобы привлекали. И туда добавляется, я так понимаю, что-то из вот таких вот, ох, тончайших гормональных иклищ. Ну, в такие, в самые реально работающие. А если мы берем анальную пробку кита, амбру, и анальную пробку бобра, да, то очень интересно, на что мы ловимся на самом деле. Такие основные реакции, как тревожность, страх, беспокойство или, наоборот, ощущение уверенности, безопасности, защищенности, которые запускаются этим импринтом, никогда не изменяются. Они могут измениться лишь при тщательном биохимическом перепринтировании, которое производит специалист или во время промывания мозгов. Я считаю, что без биохимического перепринтирования, если вы раскопаете свои сильные эмоциональные переживания первой недели, первых двух недель пренатального периода, да, после родов, господи, пренатального, после родов, неонатального, да, то есть первые две недели, вот какие были обстоятельства ваших самых сильных эмоций, которые были именно тогда, не во время родов. Базовые пренатальные матрицы, да, они формируют базу, но это база, да, с помощью холотропного дыхания, тренингов родовых каналов, она может переимпринтироваться, однако там до хрена может быть ретравматизации, поэтому работать с людьми, которые не имеют большого собственного опыта в этой технике, и которые вообще-то в курсе, что, знаете, можете просто задать ведущему холотропного дыхания, скажите, пожалуйста, а вот возможно ли ретравматизация с помощью этой техники? И если ведущий скажет, что нет, это невозможно, ну, здесь я бы не пошла к такому ведущему, потому что в нашем сообществе, мы уже все знаем, мы это прошли, мы все прошли практически свой собственный опыт ретравматизации, когда начинали, когда мы попадали, ну, к еще непрофессиональным ведущим, непрошедшим обучениям многолетним, не имеющим своего собственного опыта, да, то есть ретравматизация, она существует, на самом деле, в любой технике, и говорить, что ее нету, это нереально, она существует, но есть специальные технологии, которые позволяют сминимизировать это. Кстати, я всегда смеялась, выбор ведущего, психолога, не только в холотропном дыхании, вообще мы выбираем людей, кому мы идем, по вот этому первому контуру, доверяем мы психотерапевту, доверяем мы ведущему тренингу, доверяем мы гуру, здесь везде работают импринты вот этих первых двух недель, именно по ним мы выбираем себе учителей, ну, и партнеров, вот, поэтому, наверное, это самое важное, и, то есть, вот то, что я сказала, первые две недели и копаемся, какие там были сильные эмоциональные переживания в первых двух неделях нашей жизни, ну, да, это вспомнить, чтобы это всплыло из бессознательного, это не один год практик, но можно к этому стремиться. Итак, в первом биовыживательном контуре младенца выбор, а, основной бинарный выбор, запрограммированный человеческим биокомпьютером первого контура, это движение вперед-назад. Это вот это знаменитое – замереть вперед, убежать или напасть. То есть, как мы действуем в ситуации опасности, нападаем или убегаем, это сюда. Еще раз. Вперед-назад – это основной бинарный выбор, запрограммированный человеческим биокомпьютером для первого контура. Двигайся вперед, наступай, нюхай, трогай, пробуй на вкус, кусай. Или отступай, отходи, убегай, спасайся. То есть, наше поведение, наш сценарий поведения в критической ситуации, он проимпрентирован в младенчестве. Причем, приблизительный образ того, где мы можем двигаться вперед и двигаться назад, здесь как раз и пропишется. На уровне запахов, на уровне образов. В разговорной речи первый мозг обычно называют сознанием как таковым. То есть, сознанием биологической жизни в данном теле, главная задача которого – выживание. Когда человек находится без сознания, первый контур анестезируется, и врачи могут делать такому человеку операцию, а враги нападать, поскольку он не в состоянии ни уклониться, ни сбежать. То есть, наш первый контур включается в момент опасности, но если его отключают, то человек не может ни убежать, ни сбежать. Вот эти знаменитые – замереть, напасть или убежать, как вы понимаете, это сюда. То есть, когда первый контур анестезируется, человек замирает. Это вот эта третья реакция. Когда биовыживательный контур сигнализирует об опасности, все остальные виды психической деятельности прекращаются. То есть, когда человека загоняют в состоянии, когда ему надо выживать, все остальные виды психической деятельности прекращаются. Все направлено на выживание. И какие-то разговоры быть взрослым и осознанным не работают. Человек переключается на уровень младенца. Это очень важный момент для перепрограммирования мозга. Чтобы сформировать новый импринт, нужно вернуть субъекта в состояние младенчества. То есть, в состоянии импринтной уязвимости первого контура. Что-то мне здесь на ум пришли некоторые техники из тантры. Там конкретно есть техники переключения в первый контур. Вдруг я вспомнила. Вау, вау, вау. Как-то не думала над аналитикой технологии из тантрических определенных направлений, что они тоже хорошо укладываются вот сюда. Нам ли ревелся гением? Потому что этим можно описать практически все. Первым шагом на этом пути становится изоляция жертвы. Для этого идеальным местом может служить маленькая темная комната, поскольку социальные, эмоциональные и ментальные техники, прежде гарантировавшие выживание, здесь не срабатывают. Чем дольше человек изолирован в таком состоянии, тем более уязвимым он становится к новому импринту. Как указывал доктор Джон Ли Ли, нужно лишь несколько минут полной изоляции, чтобы возникло беспокойство. Лишь несколько часов, чтобы появились галлюцинации, и вот уже жертва готова к импринтированию нового материнского объекта, который ее защитит. То есть, теперь вы понимаете, когда людей загонят в это состояние, делают все, чтобы человек начал искать новый материнский объект, который ее защитит. Вот он наш руководитель и защитник. Поэтому, когда политики начинают рассказывать, что они станут вам защитниками, или уже рассказали защитниками, это попытка продавить первый контур. То есть, любой харизматический лидер, харизматическая группа, и заявляя, что он ваш наставник и защитник, на самом деле, осознанная или неосознанная манипуляция, я не знаю, но вот это просто импринтирование нового материнского объекта, который вас защитит. Нет никакого парадокса в том, что жертва промывания мозгов может даже импринтировать промывателя мозгов. Жертва руководствуется инстинктами, или биохимическими программами, которые существуют многие миллионы лет. Эти инстинкты побуждают ее искать этот импринт и фиксировать его на любом внешнем объекте, любом внешнем объекте, который наиболее родственен архетипу матери. Теперь такой интересный момент, потому что мамы у всех разные. Очень важен запах матери, который вы потом будете искать. Человек системное существо, поэтому запах будет связан с определенным генетическим, как бы сказать, я не могу говорить с определенной генетикой, потому что генетика-то у нас более-менее одна и та же, а вот метеллирование генов, оно у всех разное, связано со стрессами, которые были в роду и которые передавались дальше. То есть такие колпачки, которые надеваются, скажем, вот это очень образно, конечно, надеваются на определенные гены для того, чтобы ослабить их работу или вообще отключить. И тогда появляются определенные нюансы в работе нервной системы, во всех системах. И фактически вот эта наша индивидуальность формируют именно метиловые метки. Я считаю, что они связаны напрямую с инфриентированием. И они по тому, как закрыты эти колпачки, ну вот я очень условно говорю, но я не знаю, как по-другому это сказать. Человеческим языком, потому что человеческого языка для этого уровня, наверное, еще нет. То есть метиловые метки вот таким образом формируют определенный узор нейросетей и телесных, и, соответственно, запахи. Какие-то черты, на которые мы с вами отреагируем. Вот, и по которым мы выбираем новый материнский объект. Там обязательно будет что-то от мамы. Мама не всегда добрая и защищающая, поэтому иногда кто-то может попасть достаточно жестоким партнером, но это связано, опять же, с тем, как импринтанулось что-то там в далеком детстве. То есть, возможно, кто-то очень агрессивно защищал младенца, и младенец понял, что очень агрессивный человек это то, что надо, это защита. И все. Причем это могло быть там в момент импринтанулы уязвимости пару минут, а осталось на всю жизнь. Поэтому говорить, божечки, у меня такие родители же, спокойные и все остальное, не обязательно родители рядом будут. Кто-то, соседка защитила от собаки соседской. Но это было громко и яростно, и ребенок вот так вот проимпринтировался. Но основной здесь манипуляция это я ваш защитник. То есть, на этом уровне основная манипуляция в речах харизматических личностей я вас, ваш защитник, я вас защитю. Дальше. Нет никакого парадокса в том, что жертва промывания мозгов может даже импринтировать промывателя мозгов. Жертва руководствуется инстинктами биохимическими, ну, еще раз прочту. Жертва руководствуется инстинктами или биохимическими программами, которые существуют многие миллионы. Эти инстинкты побуждают ее искать этот импринт и фиксировать его на любом внешнем объекте, который наиболее родственен архетипу матери. Что-то меня здесь опять... Слушайте, а вот попробуйте поработать с архетипом матери. Потому что, если вы пропишите, прорисуете, проработаете тему архетип матери, что такое для вас архетип матери, то вы там вытащите, себе аж подчеркну, то вы просто в этом объекте архетипа матери вытащите все свои... Ну, все, не все, но хотя бы какую-то часть своих импринтов, если вы разгребете. Да, архетип матери. Собственно говоря, я бы сделала такую медитацию, но все-таки здесь... Медитации все-таки я веду, а здесь надо вытаскивать то, что есть в подсознании. Да, то есть откуда это? Скорее всего. То есть если кто-то хочет копануть архетип матери, ну, можем поработать и вытащить его. Что у вас там? Потом посидеть, поразгребать. Ну, это уже, скорее всего, самостоятельная работа будет. Потому что это очень долгая работа. Поразбирать оттуда свои импринты можно будет. То есть вообще понять для себя, кого вы воспринимаете как защитника, кого вы не доверяете. Хотя на самом деле эти люди могут быть совершенно не такими, как вы себе нарисовали согласно импринтам владенчества. Так что архетип матери очень крутая штука, потому что она покажет, даже себе запишу, покажет импринты. Я как-то не задаю, я с вами с удовольствием перечитываю, потому что многолетний опыт, и я понимаю, что уже сейчас я на многие вещи смотрю еще более какой-то другой стороны. Ну, ребята гений. Автор гений у меня. Реально, они гений. Я восхищаюсь. Итак, то есть эти инстинкты побуждают жертву искать этот импринт и фиксировать его на любом внешнем объекте, который наиболее родственен архетипу матери. Пледный человек может импринтировать любое двуногое существо, которое приносит ему. Пищу. Если вы хотите. Поработать с этим импринтом, понаблюдайте за тем, что вы испытываете по отношению к коэффициантам, которые вам приносят пищу, либо когда вы покупаете пищу. То есть все, что связано с покупкой пищи, вот 10 продавцов на рынке. Одинаковая цена. У кого вы купите? Кому вы испытаете доверие? Вот вам, пожалуйста, вы уже можете отследить какие-то свои импринты. Кому вы доверяете, кому нет. Этот эффект называется стокгольмским синдромом и описывает ситуацию, в которой у заложников при реальной угрозе их жизни со стороны захватившего их террориста возникает к нему сильная эмоциональная привязанность. Они фактически отождествляются с ним перед лицом чужаков из спецназа, которые стремятся их спасти, обеспечить им безопасность и освобождение. Так, с первым контуром понятно, надеюсь? Я вот думаю, здесь очень много. Уже 40 минут. Ну, пройдем второй контур. Нет, я считаю, что тема огромная, тема глубинная. Вам сейчас есть над чем подумать, очень много над чем подумать, на тему первого контура, понаблюдать за своей жизнью. И, в общем-то, я не буду сейчас писать следующие контуры. Я думаю, что всем надо побыть в состоянии подумать, подоблюдать по поводу первого контура и только потом переходить ко второму. Потому что у меня, на самом деле, много комментариев, я много лет исследую тему контуров. На себе любимая, да, я знаю свои базовые принты первых недель жития. Я всегда смеюсь, что, например, когда идет снег, я об этом, я этого не скрываю. Когда идет снег, и я, не дай бог, пойду на свидание, я обязательно влюблюсь, и причем, где важно, кто на это свидание придет. Да, потому что из роддома меня нес папа, и шел снег. И вот это вот безумно глубокое воспоминание. И с тех пор, когда идет снег, я становлюсь очень доверчивой. А так как снег, и, например, когда летят лепестки, это тоже, да, нечто белое летит, кружится, вот, и я становлюсь такой вот безмерно доверчивой. Наверное, поэтому мне так нравятся дарамы последний год. Для меня это такие сказочки, куда можно погрузиться в красивую сказку, на какое-то время отключившись от реального человека. Я осознанно отключаюсь от реального человеческого мира, потому что невозможно все время быть в реальности. Ну, для меня, например, я люблю переключаться в красивые сказки иногда. Романтические вот там, вечно эта история, этот прекрасный кадр, где парень кружит девушку на руках, и вокруг них или снег летит, ну, обычно это лепестки персикового дерева, ну, или как бы там какие-то светлячки вокруг них. Ну, вот эта вот движуха, для меня, она вот меня переключает в первый контур, и я радостно, как ребенок, смотрю эти сказки, находясь в состоянии ребенка, переключаясь в него, чтобы вот побыть в нем. Потому что оно тоже важное в нем. Это, наверное, самое эффективное состояние по восприятию новой информации, по обучению, поэтому, почитав, посмотрев дараму, я потом сажусь читать в этом состоянии. Научные статьи мне намного легче воспринимать информацию. Ну, это мои импринты, которые я знаю и которые я осознанно использую. Да, знание импринтов – это, в первую очередь, возможность их использовать для себя в своей жизнедеятельности. Да, есть и другие импринты, это все можно переключать. Очень интересно сказать, что это улучшает жизнь, да, мы переключаемся с одного на другое, что тоже есть в наборе импринтов. Насколько можно выйти за пределы человеческих импринтов, наверное, можно, не знаю. Я в процессе экспериментов, да, над собой любимая. Иногда, вот, что я говорю, я беру группу. Не, вернее, я один раз, ну, да, я один раз всего лишь за группу. Один раз собралась группа, потому что тема была вообще никому не понятна, о чем и зачем. И я очень довольна, что я здесь рассказываю, это, может быть, народ опять соберется, и мы поработаем с темой импринтов. К сожалению, теперь это онлайн, но у меня есть записи к этому семинару с лекциями, между которыми народ выполнял задания. Вот, а было очень интересно. Я думаю, что вот как раз кто прошел семинар и будет смотреть это видео, вот им будет особенно интересно. Это глава, последующие главы, где мы будем говорить на эту тему. Ну что ж, я завершаю наше видео, ибо человеческое внимание в состоянии удерживаться на чем-то одном 40 минут. Именно поэтому в школе уроки были 40 минут, а потом перемены, или 45, я уже не помню, а потом перемены. Но больше 40 минут человек не выдерживает воспринимать информацию. Надо делать перерыв, поэтому всем мирного неба была рада. Ну, скажем так, видеть я же вас не вижу, слышать я вас не слышу, ощущать, ну, не знаю, нельзя включаться в людей без их на это запроса, поэтому включаться не буду. Но буду рада вашим комментариям, если вы поделитесь своим опытом в этой теме, особенно те, кто проходили семинар, или кто сам занимался на эту тему. Есть же люди, которые этой темой для себя занимались. Вот, пожалуйста, поделитесь опытом, это безумно интересно, и мне в том числе. Потому что на самом деле тема раскрыта исключительно спецслужбами, сектами и манипуляторами харизматическими личностями. Всеми остальными, я думаю, она пока только начинается открываться, и это классно. Всем хорошего вечера, мирного неба, и до следующей главы, где мы продолжим говорить уже о втором культуре. Субтитры создавал DimaTorzok